Наваристый борщ, котлеты на пару. Угощения не замысловатые, но всегда желанные. По крайней мере здесь, за этими блюдами всегда очередь. Ценителей много, трижды в день осужденных кормят их коллеги. Я работаю поваром в столовой фокуре В1. Получил образование в местном ПТУ. Специальность мне понравилась на свободе. Для себя все равно готова, специальности не было. Здесь обучение в ПТУ. Получил много новых знаний для того, чтобы готовить лучше и вкуснее. Возможно, по освобождению эта профессия мне пригодится. Возможно, каким-то образом пересечется с моей дальнейшей жизнью. Готовить мне нравится. Нюансы искусства. Шеф-повар Илья изучает и здесь. Продукт нарезает тонко. Как велят мировые мастера. Ничуть не хуже, чем в городских кафе и столовых. Кстати, ножей в руках осужденного не боятся. За ними следят. Да и желающих воспользоваться ножом не по назначению нет. А зам кулинарного искусства профессиональные преподаватели обучают прямо в лечебно-исправительном учреждении. В группе 15 человек. До заключения я уже работал в сфере общественного питания, но без образования. Сейчас получаю вызвание, чтобы работать после освобождения по специальности. Буду повышать квалификацию. Обучающий курс рассчитан на 4 месяца. В распоряжении учеников класс и специальная лаборатория. По окончании они сдают выпускные экзамены. По положительной оценке им присваивается квалификация повара 3-го разряда и профессия повара. Выдается сертификат установленного образца. После выхода на свободу экс-осужденные получат документы об образовании и смогут работать по профессии, преимущественно в столовых. Чтобы попасть на кухню ресторана, мужчинам нужно будет повышать квалификацию. Может быть, когда-нибудь они накормят и вас. Валентина Аскерова, Иван Сухосыр. День с толком.